так приветствую всех на волстит онлайн и маленькая задержка была но мы с ней справились и так на этой неделе было очень много интересных событий и очень важных событий две процентные ставки решения и 1 по сша федеральная резервная система принимала решение и четверг было решение просто наставки по банку англии они немного увеличили в сумму смягчения в экономике я так понимаю в связи с выходом из евросоюза и принципе судя по информации из экономических календарей немного подняли процентную ставку на 0.25 процента соответственно на фунте мы его рассмотрим немножко больше так как катализатором как раз сильного движения на нем был отчет и решение о повышении процентной ставки а это соответственно достаточно фундаментальные изменения могут произойти даже на затяжных трендах так что сегодня еще сейчас мы рассмотрим экономический календарь понедельник день народного единства в россии соответственно немножко наперед поздравляю всех с праздником предстоящим неделя будет достаточно спокойно по событиям еще одна процентная ставка по новой зеландии который выйдет очень-очень поздно в среду соответственно индекс деловой активности понедельник вторник тихо спокойно вот только процентная ставка еще по австралии ожидается на том же уровне соответственно опять же без особых сильных движений может быть события число открытых вакансий на рынке труда опять же вторник на перед открытием и запас строй нефти это уже будет среду в общем более менее спокойный будет по волатильности на следующей неделе период так что можно принципе относительно единственная вот процентная ставка австралии новой зеландии вторник среда австралии в 6 30 утра по вторник новой зеландии в 2300 вот такие события по штатам только петролиум и jobless claims в четверг все остальные остальные дни абсолютно спокойно кроме экономического календаря еще хотел бы вам донести такую информацию полезную на самом деле очень полезно и важную точно дату не подскажу но феврале это точно вроде как феврале будет избраться новый член комитета федеральной зеленой системы сейчас главное елен вот на ее пост будет приниматься решение кто взойдет на трон помните был девушка бернанке елен гринспан если не ошибаюсь заседал тех палатах и вот сейчас будет избираться новый управляющий федеральной зеленой системой ну там разные сейчас начали дебаты и кандидаты проходить поэтому феврале может что-то сильно измениться либо в политике конкретно будет сильное изменение в плане если будет трампом поставлен человек именно его человек и скорее всего так и будет вот что-то точно должно произойти я думаю что тихо спокойно это все не пройдет скорее всего какие-то возможные изменения елен специально еще как с которыми на не согласны с трамп с трампа политикой не не происходят и вот с февраля могут пойти какие-то изменения касаемо ликвидности и на что она будет тратиться вот самое главное чтобы не на оружие не на гонос и ракеты разные там сказать тратит на чего угодно вот поэтому это из предстоящих событий ближайших которые необходимо учитывать так ну в общем можем приступить на следующей неделе будет по экспирации буквально там несколько фьючерсов не основаны таких прям важных поэтому неделя достаточно принципе будет спокойно если на австралии по саму ставку не поменяют будет все тип-топ так ну начнем у нас первым будет ртс как по традициям так берем мы чисто с первого дня текущего контракта рассмотрим общую картину по индексу ртс и так сегодня почти полмиллиона оборот уже набрали видите такие сессии были недавно вот буквально останавливали снижение почти полмиллиона 20 0 0 до 7 10 8 тебя и вот сегодня полмиллиона то есть есть интерес к рынку волатильность копите немножко растет и где у нас рекорды были еще вот 26 числа по ликвидности и удар ну в общем четыре сессии таких было пока в этом контракте принципе бывало и побольше ликвидности но как говорится на без рыбьи и рак рыба так по открытому интересу давайте посмотрим привлекли новых участников текущей цене индекс ртс светлые участки на нижней гистограмме осмотрел это приток позиции вот у нас есть приток на большом но вернее на маленьком отрезке 11 12 сейчас по сути с 27 448 пиковое значение было два вернее 30 и снижение идет по сей день по этот день у нас уже 416 . то есть фиксируется пока новых позиций приток не происходит по какой-то причине вот и посмотрим подойти что там фиксирует фиксирует в принципе вот был период когда у нас плотно шли в несколько недель недельки две точно на покупку по активности и конкретно сейчас видимо не выходят так как долго держится ниже ядра контракта индекс ртс самая топовая цена получается 112 800 112 900 примерно вот выделим диапазон давайте пару лишних линий уберу тут много и как вот это мы убираем вот максимальная цена 850 я немножко ошибся по сопротивлению 113 600 по 114 это сразу же после ведра две торговые сессии были они обе на агрессоре на продажу и уровне здесь непосредственно давайте он включу сейчас объем очень высокая концентрация была вот 11 тонн в одну сессию 709 немного но есть вот по ликвидности 425 тонн оборот и они практически все прошли вот в этом небольшом участке стоит сессию на раз два три 4 5 на 5 сессии ушли в открытое плавание причем на юг и остановились только 20 10 как раз ликвидность была чуть чуть выше чем у этой сессии то есть немножко перри перекрылись соответственно становили уровень первый массив контракта пока еще не пробили но на грани очень на грани пока раскачивают лодку видно что в сессии идут на одном уровне поликвидности периодически просто вот у нас этот уровень примерно это 380 370 тонн и периодически выбрасывают плюс 50 70 тонн сверху для маневров ну в общем пока 30 числа вот как раз остановили после снижения коррекционный момент и этот уровень пока еще не осилили ядро текущей недели 112 100 и поддержка на неделе у нас формировалась 11550 по сейчас скажу точно по 101 800 тут также совпадает еще поддержка сессии которые были до этого и уровень первого стартового массива этого контракта ну макс мин видите 115 самый верхний уровень сопротивления и вот это движение чем оно опасно обратите внимание на приток объема как раз непосредственно на снижение рынка если бы падал объем было бы намного лучше то есть соответственно вот этот массив который входит в состав ядра пока еще защитили 30 числа и вот среду второе вторая защита была то есть уровень достаточно важный поэтому пройти 113 крайне необходимо чтобы восстановился тренд на рост и еще один такой блокпост вот этот 113 600 527 давайте посмотрим сейчас на фоне нескольких акций как ведет себя индекс of this сейчас отключаем график я думаю будет интересно посмотреть так так РТС плюс СБЕР и сейчас я вам его покажу. Вот, подгрузился график. Белым цветом это индекс РТС и Сбербанк у нас идет сереньким цветом. Немного не коллинируют с конца октября. Разное мнение у этих двух инструментов. Но сказать, чтобы Сбербанк повторно шел атаковать максимум пока еще рано. То есть 97 остается открытый вопрос. И судя по сопротивлению, которое на каждом массиве происходит, там по Сберу есть такие маневры, и пока еще рост стоит под вопросом. И соответственно вот этот дискоррелирующий период не особо нарушен, скажем так. Так вот. Давайте сейчас еще добавим Газпром и будем двигаться непосредственно к этим двум акциям. Так. Так. Да. Без плот. Так. 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 Сейчас волатилась. Установлю. Так. Ну более-менее. Так. Теперь мы корректируем относительно точки одной. И вот. Ну как видите, здесь идентичная картина. Немножко перегнул палку, скажем так. РТС на снижение, фондовый рынок, ну если брать во внимание две акции, так сильно не ушел на шорт. То есть чуть-чуть меньше времени, во-первых, шел на снижение, что Газпром, что Сбербанк. И по сути они за этот период остались относительно контрольных уровней выше средней цены даже. То есть РТС сейчас стоит фактически у пробития минимума контракта. Ну, если это действительно так, то на следующей неделе нас ждет скорейший возврат к нулевой дельте. Вот у нас видите, она увеличивается и увеличивается, то есть до вот этой точки. Соответственно, схождение двух инструментов. Увеличилась волатильность и, как видите, ее природа, вернее, схема достаточно жестокая. То есть туда и обратно на высоких таких импульсах там ни один участник не выживет. То есть всех сметают и это очень для торговли опасно. Так, ну, давайте посмотрим конкретно Сбербанк Газпром. Начнем со Сбера. Так, участники где? Люди тут на, 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 участники на одобрение. Вроде бы всех одобрили уже. Так, так что если вам не получилось попасть на обзор, скорее всего не успели установить, удобрение, удобрение, удобрить. Итак, по объему. На Сбере затишье, как мы видим, уже три миллиона оборотов. Это нормальное явление. По два с половиной было. Ну, около трех буквально на прошлой неделе. И пиковое значение пришлось на пятницу. И расширили коридор за пределы этой сессии уже и туда, и на покупку, и на продажу. Продажи, по крайней мере, прощупали. То есть сказать, чтобы агрессивно заходили в ПК не могу, так как этого нет. А вот по дельте тут аномальная ситуация. Вся неделя, вся неделя. Если в край дельте. Ну, если первые три дня еще можно усомниться в открытии шортов, либо же фиксации покупок, то вот пятница крайне вызвала особое внимание. Давайте сейчас мы ее рассмотрим на пятнашке. Вот у нас такого масштаба была по дельте сессия. Начали они с самого максимума уходить. И вот тут повторная сессия. Идентичная по дельте. Тут чуть-чуть совсем там разница. Видите, поэтому, внимание, давайте мы ее рассмотрим. Так, где у нас 15 минут таймфрейм. Вот. И вот эта сессия. Так, объем у нас есть. Вот, видите, это дневная кумулятивная дельта. И вышли уже на подзакрытие в уровень 653 тонны только дельта. Объем на дневке сейчас посмотрим. Итак, что мы видим? С утра в среду и в четверг, в принципе, даже в следующий четверг, немного совсем в пятницу. Если обратить внимание, до 14.00, до тех клирингов фактически, были попытки уйти на север. Причем и количество времени, активность удерживается одинаково, что в среду, что в четверг. Потом массив. То есть они, опять же, вот в этой флетовой формации, передумывают, я так понимаю, дальше идти на покупку. И потом остальная часть сессии после 14.00 строго идет на юг. Причем, ну вот буквально в среду там еще какие-то попытки были на покупку выйти. В пятницу уже меньше времени и фактически даже незаметно. Вот 85-45 тонн, все. Смогли там чуть-чуть за стопами сходить за максимум среды и сиганули опять вниз, так и остались в коридоре. Четверга. Четверга и среды так и не смогли расширить. То есть минимум так и не установили новые, но и максимум тоже не получается. Соответственно, вся активность, которая была с 12 часов, она вся на агрессивном селере. Стоит отметить вот этот наиболее жестоко. Прошли вот 74 тонны дельта, тут 27. Прайскел 0.5, поэтому не удивляйтесь, если у вас немножко другие уровни, вернее объемы. Подойдите. 27 тонн против 700. Представляете, какой дисбаланс вот у нас на цене. 27000 против всего лишь 700. Тут 21000 против 6,7, но тут куда не шло, тут еще терпимо. Тут абсолютно просто победа солеров. Жестокая. Ну, здесь точно так же, вот 93.5, 93.7, тут тоже 93.95. В принципе, вот 14 тонны и 3. Давайте мы сейчас конкретно десятки подсветим. Пускай будет. Здесь десятку мы поставим. То есть, фильтры, где разница между бидаск и грейсором, больше десятки. Звука и видео опять нет. Вроде бы проверяли, только что очень долго причем. Потом, вот этот уровень тоже советую выделить. Здесь прям до 195.05. Как начали заходить. Тут весь коридор до 94.35. Забросали 50 тонн разница. И где у нас тут по 30, по 40 тонн. Таких прям сильных уже не видно. И здесь 68, 59. Фиксация это либо же в открытии шортов. Пока... Ну, можно точно выделить вот этот диапазон. Его, по крайней мере, уже и тестировали. И так и не смогли пройти. А вот уровень, который набрали уже под закрытие. Давайте сейчас мы... Здесь вполне могла быть и фиксация. Так как понедельник праздник. Выходные накануне. То есть, смогли выходить вполне с позиции, которые набирали. Второго числа на покупку. Вот здесь, к примеру. На всякий случай вышли. Так как не получилось дальше расширить. Перестраховались. А вот диапазон 194.35. Возьмите. Вполне может быть хорошим сопротивлением. В принципе, Сбер неплохо себя продемонстрировал. Да, кстати, вот что хотел показать за год. Обратите внимание, что на этом коридоре, который я выделил, три дня подряд идет вот такая дельта. То есть, не слабая и агрессивно предложением давят на цену. То есть, не просто так, я думаю. То есть, 195 было кому-то очень интересно. И размещая там позиции, прям рынок валился до 194. В общем, этот рубль, они в три дня даже больше. Сори, я забыл взять еще момент вот этот. Ну, здесь поменьше была. Здесь уже более уверенней. Здесь еще уверенней. То есть, практически четыре дня из пяти. Вот видите сами. И постоянно там идет дельта. Кажется, время только разное. Да, время разное. В общем. Диапазон точным стоит выделить. Это и ядро недели, и основной уровень сопротивления. Если цена так и не сможет вырваться за 195, мы можем простоять еще в боковике, либо уже начнется постепенно нисходящая динамика. Но сказать, что начало тренда прям начнется с понедельника либо вторника нельзя, так как сильно высокой ликвидности мы не наблюдаем с вами. Прямо чтобы заходили, то есть, затишье такое. По сути, возможно, могли постепенно уже паковать, либо фиксировать, но по большей степени, я думаю, что пока перестраховываются и выходят. В принципе, если мы включим сейчас по недельному таймфрейму, Сбер там ого-го куда вышел. Сейчас мы 14 март. Подгрузим. Ну, за три года примерно. Прямо полноценное масло. Прямо полноценное масло. Не порываю на этого, Рейтинг вообще не могло видео, Опять, что в общем, а вы можете использовать как и все. Такой мы в этих коленях подпайли. Сейчас мы сперем подпайлить. Сейчас мы уже хотите на эту мастерку. вот такой вот путь вот шестьдесят четвертой даже все третий свой 50 даже было вот до двухсотки причем сильных таких передышек вот буквально 2017 году затяжная такая коррекция было и снова восстановились причем восстановление было крайне уверенно и вот поэтому возможно еще плюс перед новым годом переосмысливают свои торговые стратегии портфельные и крупные инвесторы вполне могут фиксировать позиции на такой максимуме эти котировка висит уже три недели и 4 4 до месяц стоит на этом уровне были такие же локации у локальных максимумов тут потом было на двухнедельный такой сброс все кто заходил на покупку таких прям что месяц стоять вот только одно и увидел нашел есть еще вот тут такой похожий объект но все больше таких прям идентичных него то есть но то что сбер стоит на максимуме такому узком коридоре это даже может быть хорошим положительным признаком что пока нисходящая динамика сильная на нем не намечается то есть бояры там есть и скорее всего просто идет передача то есть одни закрывают позиции другие там это все быстро собирают а вот так что это еще нельзя сказать что он плохой признак то что волатильности нет и движения на это да это для спекуляции крайне плохо а для инвестирования это даже очень хороший знак так идем дальше газпром сейчас у нас на загрузится они уже загрузился так берем давайте с первого сентября то фьючерсы ртс 21 начался декабрьский тут экспирации нет ну вот собственно такое поведение у нас идет у газпрома тоже коридоре застыл 127.5 по 124 и основная вот 126 127 с половиной даже возьмем 125.5 вот так по 127 самая плотная часть вот этой формации зафиксируем и парочку раз даже выходили ниже 125 с половиной пока сказать что особого интереса выделить непосредственно старт ликвидности крупной на загрузку сложно так как сессия то с повышенной волатильностью потом резко идет падение объема то есть я думаю что либо какие-то новости ждут и газпром и сбербанк ну не именно эти акции а инвесторы для возможно предстоящие выборы влияют на решение и плюс чего все ближе новый год к нам мчится и возможно фиксации какие-то будет перед номером ну по крайней мере он стоит на максимуме относительно даже квартала если взять это неплохо пока неплохо давайте мы сейчас еще по дельте пробежимся просто на сбери там единственное вот в чем что вызвало сильное явление у меня это увеличивается дельта то есть она самое главное чтоб сильно уж там не нафиксировали чтобы не вызвали цепную реакцию а так принципе более-менее то что объем маленький это даже на руку так 100 на четвертую вот повторно защитили в 638 не пустили с мы по уровню пройдемся доводит а цена ровно поступки 4 зашло 184 тонны рядом 124 1 92 123 110 176 вот 125 как раз сейчас мы поставим фильтрацию примерно вот эти сильные уровни тут 120 разница очень высокий перевес байер был здесь 184 с учетом того что по бедам прошло 93 тонны и давайте посмотрим где у нас тут локализация их ну да все вот массив был это массив и защита прошла неплохо в принципе пока вот эти уровни 125 5 этот уровень протестировали не выпустили даже эти здесь на максимум огней появляются небольшие дисбалансы на покупку возможно подошли к значимому уровню из первого раза атаковать не получилось обратите внимание в общем было показательно хорошая тенденция с 4 октября по 13 тут чистенько хорошо технично все как вот прям по технике не подходи прям вот все аккуратненько бросили объем ушли бросили ушли выполнили миссию 128 достигли уровня и все и началось вот этот жуткий флэт по сопротивлению 127 тут она остается пока востребована институт подходят набирают покупки метел три сессии тут тоже подходят набирают покупки возможно просто с первого раза не смогли пройти и был коррекционный такой передышка в общем так что здесь пока еще на газпроме не все потеряно и есть вполне шансы восстановить движение наверх на север так идем дальше рубль рубль Вот видите, как стартует первый день официальный на новом контракте. Видите, идут объемы такие. Нет, ожидаем. Сейчас повторно покажу. Сейчас видно картинку. Классер профайл, рубль, димой таймфрейм. Есть, да? Супер, спасибо. Вот как набирается активность, ликвидность, появляется все больше и больше. И официальное подкрытие. Новый контракт пошел миллион двести, два миллиона. До этого, видите, по чуть-чуть. Вот, поэтому, и точно так же он будет заканчиваться. Резкий обвал. Так, по текущий день, обратите внимание на... Ликвидность тоже без притока идет ровно в рабочую ликвидность. Периодически просто вот такие выбросы на север проделывают. Это уже второй раз. То есть, стартуют наверх. Видимо, новая модель появилась. Ввода в заблуждение участника. Я думаю, что связанная... Допустим, если им надо ликвидность на покупку, они стартуют резко наверх. Все реагируют на это, начинают заходить на покупку. И, соответственно, следующая сессия открывается уже ниже. Поэтому 59-550. Пока давайте похожие варианты. Сейчас я покажу. Более-менее так. Это вот эта часть. Ну, там не за две сессии управились, а за три. И вот здесь тоже. Рванули наверх, потом что-то передумали. Сразу вернулись вниз. То есть, здесь прям это быстро. За сессию вторую прошло. Так что... Плита, которая начинается с 58-й. И она продолжается тут до... Прям до... Ну, по дельта ликвидности. Вот 58-280. Здесь 3, 4, 5, 6, 7 сессий. Практически 7 сессий. Не на 50% и более стоят в коридоре. В одном ценовом коридоре. Буквально немножко выше здесь. И здесь все остальное в одном коридоре стоят. Давайте мы сейчас их на дельте просканируем. Ну, любой флайт, в принципе, так и будет отображаться. Это нормальное явление. И старт начался 25-го. 90 тонн дельта. И потом эту же дельту показывают нам практически 4 дня. После того момента. Такая дельта ровно около 90 тонн. Я думаю, что это вмешивается уже более такой сильный, как это называется, обладающий властью участник рынка. И вмешивается в судьбу пары доллар-рубль. Волатильность явно снизилась. По сравнению с началом контракта. Здесь был просто недельный пролет. Примерно 90% текущей общей высоты контракта. То есть это было 2-3 дня и проходили они в коридор. Сейчас, видите, идут плотно, взвешено и аккуратно. Одинаковая ликвидность. То есть, скорее всего, один и тот же участник. И посмотрим по открытому интересу, как обстоят дела по позициям. Но по позициям здесь идентично не особо хорошо. Тут сбрасывают. Открыли позиции несущественно 1-го ноября. И снова пошли сбрасывать. Тоже несущественно так. Пока ниже 3-х миллионов не ушли. Это весит 21-го 2,7 миллиона было 2,2. То есть, если уйдут ниже 2-х миллионов, это уже конкретно сбрасывают позиции серьезно. Так, давайте сейчас еще проверим информацию на споте. Это пятнашка. Так, на споте у нас было, была активность. Причем поставили рекордную почти 6 миллионов оборот. И почти 5. 5 было тут у нас 27-го сентября. Причем, на удивление, смотрите, идут крайне падают обороты. И в пятницу. Ну, как-то такое ощущение, что какой-то непредсказуемый фактор происходит. Причем, и обе сессии по пятницам. В прошлую пятницу. Рост ликвидности 13-го в пятницу. 6-го в пятницу, видимо, перед выходными, перед праздником. Так, и да, была дельта на шорт. У нас одну сессию смогли они вот так вот победить. И у нас идет по полмиллиона тут на продажу. И 58-15. 400 тонн в среду, 222 на покупку второго и 383 на покупку вот этот коридор. Крайне советую выделить. Вот здесь плотненько, очень объемненько, как возможная поддержка. Но здесь, в эту сессию, обратите внимание, активность селлеров тут. Так, очень минимальная. Здесь на максимуме, само собой, вот здесь вот их предостаточно. Поэтому, в случае, если не будут они выше пятницы открываться, как это было на прошлой неделе, ну, с прошлой недели, тут был достаточно неплохой массив, открылись, все. И они вот идут постепенно на рост. Ну, крайне-крайне случай, что 59-25. Сейчас мы еще раз по фильтрам пройдемся. Так, давайте поставим тут 20-ку. Да, ничего не изменилось. Особо небольшие перевесы. Ну, в общем, как видите, в 3 дня из 5 было на четкой дельте на покупку. Это не означает, что прям будет рост продолжаться выше 60-й. Вон, дельта была, видите, какая она, по почти миллиону, все 4 дня на рост были. И потом еще стояли во флете недельку. И даже потом следующая неделька ушла в ниже. То есть, это, скорее всего, либо перед праздниками, либо начинают какие-то маневры устраивать СБ перед Новым Годом. Но тот факт, что дельта есть, и уровни пока вот 58-15 прощупали, и на максимум 59-25. Может, понедельник, вернее, даже вторник, если понедельник будет. Я, правда, не знаю, открыты банки. Чуть не промониторил. Если открыты, то 59-25, если прошли выше, тогда уже сценарий на покупку лучше, вернее, на продажу лучше отменить. Так, евро. Евро, евро, евро. Так, евро у нас идет 21-й, но 9-й. Здесь раньше контракт начинается. 400 тонн 300, и вся неделя под линеечку, фактически. Начиная с этого момента, все теперь идет под линеечку. Это абсолютно... Вот такие у нас сессии идут. Под линеечку. То есть, рейндж, расширение каждого дня идет на направленный, и, по сути, волатильность особо не отличается. То есть, по сути, активность идентичная, как и ликвидность. Видите, системная работа каких-то контролирующих, видимо, участников рынка. Одинаковая ликвидность каждый день и волатильность. Буквально, волатильность поменялась в пятницу. Причем, волатильность поменялась, а ликвидность не особо. Давайте посмотрим дельту. Да, но хоть дельту набросили. 4 тонны почти дельта. Вся неделя была одна такой дельте. Либо нулевая, либо на шот. Ну, в общем, после такого снижения с 18-71 по 16-58, ни одного дня, буквально 2-го числа, это было 44 выше нулевой отметки. То есть, там даже нельзя учитывать что-то важное. И топовая дельта на еврике 11 тонн, это как 25-го, 0-9-го. Да, этот коридор так пока и не пробили. Так и остается он за солерами. Давайте посмотрим это все дело на Дневкин. И перейдем потом к пункту. Сопротивление Активно 18-75. Можно смело брать до 1-2 там. Но если брать чисто плотно, ну вот плотные участки, то 19-25. Так, а здесь прям весь массив ядра контрактов. Тут все практически на селлерах. По крайней мере, основную часть. Тут массивность селлеров. Тут, тут, тут. На биткоине я смотрел, вот готовился к Wall Street Online. Как раз у нас появились новые тикеры. Причем они более ликвидные, чем те, которые у нас были. Я вам покажу. Сейчас мы фунт рассмотрим. Включим 1-2 инструмента, наверное, биткоинов, раз всем так интересно. Это новое направление в финансовом мире. Да, скорее всего, к финансам надо добавить этот. Так, и получается, смотрите, вот они ушли за 172-ю. Вроде бы должны появиться байеры такую дешевую котировочку прикупить, но не тут-то было. По большей степени дельта подсвечивает снятие стопорей и не более. То есть, какой-то агрессивный дельт на закупку этого фьючерса пока нет. И растут на дельте, которая на шорт. Вот, видите. То есть, когда вы видите такую еле-еле скрипящую зубами динамику на рост, когда каждая сессия буквально на чуть-чуть выше предыдущей и одинаковой волатильности и весь период идет на шорт, то будете знать, это, скорее всего, не совсем рост. Рост, который не совсем рост. Вот у нас идет такая же по активности неделька. Там тоже никакой дельты на покупку нет. Они постепенно растут. Соответственно, со дня на день ждите справедливости и восстанавливается она. Как видите, уже пятница дошла фактически до минимума недели. И самая топовая дельта как раз пришлась на пятницу. по открытому интересу, начиная с 31-го, постепенно идет прирост открытой позиции на еврике. Это открытый интерес за день. Как раз вся эта дельта, она туда и ушла. Поэтому будет неудивительно, если 1.16 все-таки не осилит. в любом случае, если им не удастся 16.45 по 16.85 пройти на следующей неделе, то это явно укажет на слабость байеров и неспособность пройти этот коридор по сути на минимуме контракта с 1 сентября котировка. Байеров просто нет интереса и желания покупать данный инструмент в данный момент. Вот что стоит отметить. Так, ну вот этот маневр. Ну, естественно, открылась Америка. Всем показала, как надо торговать. Выше максимума недели сходила и сейчас уже стремится к минимуму недели. То есть уничтожили всех. Так, теперь у нас фунтец заслуженно пострадавший от повышения процентной ставки и открытый интерес. Сейчас мы рассмотрим с 1 сентября. Включим. Даже давайте за год лучше взять, чтобы там немножечко так включим. Смотрите, скорее всего, следующий Wall Street Online будет проводиться через Google Hangouts, как это так сервис называется. Там вроде пробовали, тестировали без без сбоев, идет трансляция. Правда, не тестировали количество участников, которые он может принять, но вроде как сколько надо, столько примет. Поэтому следите за рассылкой. Там будет ссылочка на новую комнату вебинара для Wall Street Online. Если ничего не поменяется, то будет приходить ссылка на ресурс вебинар.ру от московской биржи. Так, кстати, подскажите, я просто не в курсе, LCH начался уже? Он вообще идет в этом году? Потому что вроде проводили постоянно, даже если тяжело было экономики, все равно проводили. Были все-таки участники в так с пятнами. Вот и я не в курсе. Раньше реклама везде была. Хочешь, не хочешь, но я об этом знал. А сейчас потише встали. Так, как видите, участников по фунту, если сравнивать прошлые контракты, было и 260 тонн, сейчас идет аккуратненько по 170 оборотик и особо не стремится. Скорее всего, так и не будет оборот по открытому интересу удерживать, пока на горизонте не появится какая-то новая информация, новый информационный повод, который затмит просто Brexit и, в принципе, повышение процентной ставки по банкам Англии. там, если не ошибаюсь, повысили вот этот количество до 435 было 385 смягчение экономики в кэш, который выделялся, сейчас 435. Я думаю, что как раз отлично. Все больше и больше. Я думаю, что как-то буду проводить ластфит онлайн и мы будем обсуждать триллионы просто уже, уже миллионы, когда там самое удивительное на спасение экономики США принималось решение самое важное буквально за ночь. Помните, там 700 миллиардов выделили, чтобы остановить финансовую истерию. спасти человечество от разных болезней, так сто лет назад, чтобы эти 700 миллиардов выделили. Так, ну, в общем, такой глобальный уровень 28,80 1,3 это уровень, я думаю, будет позиционно очень важный, потому что здесь они простояли практически всю весну. 435 миллиардов, я в курсе, раньше было 385 вроде, если не ошибаюсь. ну, последнее время 435 так, давайте проверим, ну, может, я действительно ошибся, либо перепутал, сейчас, секунду, ну, уровень в любом случае нужно зафиксировать, такую, 32 тоже отметка сильная. В общем, по затяжным коррекциям по фунту, как видите, маневры примерно после таких действий, вот, глобальная локация идентичная этой, и потом идет маневр в среднем, ну, как раз вот уровень поддержки, они, если будут удерживать, это будет, в принципе, хорошо. Ну, край 28, я думаю, что вот, если ниже 28 не пустят, скорее всего, снова начнут удерживать тренд. По сути, здесь такой ключевой приоритетный уровень поддержки, и следующий уже вот идет на так, банк, а Англия больше не санкетин. супер, спасибо, спасибо. О, Миша, это ты? Я не заметил сразу, просто в Adobe Connector по-другому вроде отображался. Вернулся Миша, это хорошо. Так, а, по поводу процентных ставок, ближайшее 12, 15 декабря решение процентной ставки Российской Федерации, следующее, если не ошибаюсь. Ну, на всякий случай перепроверьте, то, видите, у меня сегодня не запомнилось по банку Англии изменения. Так, ну, в любом случае, здесь уровень второй. Сейчас мы отметим. В Анголе за рынком из Африки. Как это можно? Как, как, что-то за маневр такой у вас? Путешествовать это хорошо. Вот. Так, и 24, 25, 25, тут тоже бесспорно плита. Тут даже важнее плита, чем на 28, 79, 3000, ну, 1, 3, в общем, и намечается такое локейшн, это 31, 9, 32, 25, вот, пока такой зародыш, но уже тут есть маленькие фо, 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 так как это постоянно географические точки либо пока данный период. Да, единственное вот, сейчас хотел вам показать, все получится сейчас, как раз Михаил рассказывает о, ну, тезках в чате, о перемещениях своих, и, сейчас, где-то у меня тут, вот, это, я называю его, ну, терминал для путешествий, когда, когда, хочется отдохнуть куда-то, всегда с собой беру два чемодана на колесиках, там помещается полностью терминал, трехмониторный, и можно сразу же локально его установить в любом номере в гостинице, и не покидать рынок ни на ни на секунду, вот, так, ну, в общем, идем дальше, вот ситуация, это по фунту, когда процентные ставки поразменели, и ушли, дельта, кумулятивная по дням, даже сильнее стало на покупку, тут шортили всю среду, собственно, и пока вот застыли на минимуме, причем пятница так и не пошла ниже, вполне может быть, что либо порщальный маневр выше 32-го это сделать, либо все-таки так, мы не забыл, по открытому интересу надо посмотреть сейчас, ну, да, я огласил, там, мы 2% ставки в среду и вторник вроде, или сведая четверг, так, одна поздно ночью, одна рано утром, в общем, странные такие, интересные, да, приток был вот, как раз позиции немножко побольше стало, сегодня на том же уровне особо без изменений, то есть, дальше не вливают кэш, возможно, перед выходными, но, в общем, маневр был, поэтому, еще не все потеряно, если вы в позиции на покупку, пока такого прям гипер аномального открытия позиции нет, оборот, конечно, был 258 тонн, ну, если это все было на шорт, то у нас бы дельта была немножко другого характера и сегодня сессия хотя бы попыталась бы расширить ниже уровень, так что давайте сейчас на пятнашке я выделю ну, 15 минутам таймфрейме в такое более подходящее ядро, потому что здесь оно разбито на три части, я думаю стоит отдельно выделить локацию, которая очень плотно такой широкий коридор сформировали, обратите внимание, то есть не не старались до какой-то среднеизвешенной цены прийти, а конкретно просто волатильно туда-обратно мотались, причем первый-второй день, вот они ребятки эти, ликвидность тут давайте я воспользуюсь кастомизированным профилем, так будет более точно, вот, и по вот этот уровень нам нужен объем, и в общем-то так точно можно быть уверенным, что мы правильно выделили силу, вот, 312 по 314 можно даже смело брать 314, вот, это один уровень, даже не так сделаем, вот, мы сделаем это вот так, опс, вот, и тут даже были какие-то байеры, но пока выделим как ядро одно из, так что ж такое, и у нас идет 6-7 часов, вот, все, это касаемо именно этого участка, базовый объемный уровень, и потом у нас еще есть ниже локация, тут даже пик был и максимум за неделю 308 уровень, возьмем коридор 3070 либо 307 ставим 25 здесь мы ставим тоже со второго числа и с 11 часов, так, и берем немножко другой цвет как раз 307 по 309 смело можно этот коридор брать во внимание здесь мы мало сейчас подредактируем прозрачность и сейчас еще один объемный уровень это локация которая намечалась перед шортом в общем для восстановления роста ну тренда на рост надо обязательно пройти 32 62 по 33 ну вот такой вот локейшн данный уровень который сформировали здесь вот мы видим на 32 32 32 его можно было бы взять в качестве поддержки но его уже пролетели прям как горячий нож по маслу и 37 тонн за 15 минут набросали для фунта это очень огромный оборот 15 тонн сегодня в общем у байеров видимо не особо большой интерес так как они даже локацию которая на Америке разместили не смогли пройти и держатся у минимума недели так что вполне может быть что сигану дальше ниже 30 56 30 40 в противном случае пока не пробью 312 314 еще не все потеряно так и dx dx и там еще мы посмотрим биткоин один какой выберете такой посмотрим так вот у нас индекс баксом и так процентные ставки прогремели двух таких стран крупных индекс доллара толком по ликвидности даже как-то вроде и не отреагировал то есть ведь сессии мало того что упал объем так они еще и по волатильности меньше стали так по открытому интересу у нас получается участок давайте возьму сначала сентября из-за огромного потока данных сейчас с трансляцией это все подтормаживает будет они ставят буквально 51 был пик по открытому интересу и потом идут фиксируют буквально небольшой приток буквально небольшой и дальше идет фиксация то есть сейчас посмотрим поделиться что там так ну шарты были само собой после роста фиксируют это в принципе логично но вот эта сессия 7 6 тонн на максимуме и сейчас они опять же к этому уровню подошли полторы тонны ну вполне может быть что все-таки дернут наверх сейчас мы посмотрим внимательно и так у нас получается какая интересная схема вот у нас за полтора месяца даже за два месяца котировка идут уверенно на север и у нас есть ключевой уровень 95 на 95 у нас останавливается флэт причем 652 это дельта по тегдиры сейчас выключу агрессор потому что он немножко отличается вот 7.6 на максимуме контракта в максимуме за два месяца топовая дельта за с 1 сентября топовая дельта дальше стоят во флэте у макушки то есть 94.5 как бы особо не видимо не подвержены атаками селлеров дельта понятное дело во флэте она и везде такая будет и полторушку кинули сегодня как раз толкают наверх в случае если это прощальная динамика на шорт то в понеделье должны резко уходить 94 прямо кровь из носу но кажется мне что здесь наоборот как раз прощались с байерами которые всю неделю заходили тут эти точечные и стопики видимо их не сорвали и сразу же наделав таких опасных маневров ушли наверх причем поддержка она тут имеется вот они к ней откорректировались так что если вы нацелены шортить индекс доллара то вам нужно 94 и 93 9 пройти обязательно или иначе будет опять такой эффект поддержки так что после такого маневра сходили на минимум недели скинули всех кто покупал и уже оказались на максимуме очень очень похоже на то что они все-таки продолжают идти дальше такие маневры тут практически постоянно вот такой же сбросили и уже на максимум недель оказались сбросили вот такой же похоже тут правда четверг замешан еще на маневре вот тоже неделя стоят 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 и потом четверг сиганул наверх тут правда наоборот пятница пока но тут пятница как за за три дня идет так что так вот позиции немножко фиксируют но дельта аномальные на покупку ключевых точках и даже ликвидности прибавилось малость в этих сессиях так рынку труда это по штатам получается они что бесплатно обработают если 0% так и давайте выберем теперь биткоин кто более-менее в этом крутится кто интересуется давайте вам сейчас покажу сколько их есть и вы уже рост зарплаты 0% это вряд ли это особо плохая статистика так если брать просто прирост инфляция растет а зарплата не растет ничего страшного они и так там полненькие все немножко корректируют форму свою так а вот и так вот у нас стикеры по биржам здесь включены биржи биткоин бит файликс битрекс вторая биржа и биржа я думал они разные это разные это разные битрекс и битрекс еще одна была а бит бит мекс ремикс своп битси на юзди и еще где-то а ну все вот такие три биржи какой смотреть будем сейчас попробую добавить посмотреть сравнение бит бит файликс бит файликс вот идет раз два бис и давайте их добавим сейчас я сделал вот каким образом сейчас мы это все удаляем бит львыкс бит 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 вот и я думаю этого хватит так сейчас я добавил еще колоночку объем чтобы можно было сравнить и так по ликвидности у нас сколько миллиард это серьезные объемчики bitfinex сейчас 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 я нажимаю просто новые данные их надо загрузить они чуть-чуть не быстро идут сейчас это будет x детей против доллара так и так и так подключение вы имеете ввиду открывать позиции евгений вы имеете ввиду открыть сделки по этим инструментом мы же не брокер это если есть у брокера шлюз который есть и у нас то есть мы подключены к такому шлюзу я уточню у программистов как нам это все подключается тогда смогу с мама точно ответить вы можете смело писать на поддержку либо же сейчас покажу этот как его у нас же есть с недавних времен центр поддержки платформы в офис по типу форума которое можно размещать какие изменения хотели бы сделать добавить какие-то изменения возможно что-то некорректно работает вы делаете слайд и на форуме размещаете там сообщение его обсуждают и принимать решение там вводить новое введение либо же нет то есть очень полезный такой ресурс там уже началась активность потихоньку потихоньку наполняется идеями и корректировками ресурс так что там можете спокойно завести ветку по биткоину и вот я правда их еще не видел криптовалюты которые добавлены 22 сентября xrp dash iota xmr нео и о м г видимо похоже название о май гад так но уведение еще вот то что спрашивали добавлено крипто биржа битмэкс пока только я вижу один инструмент по битмэкс крипто вот он сейчас покажу ну тикеров где-то 35 40 всего так вот это дашь который я только что озвучивал битрекс байт битмэкс и третий это битмэкс битисе и сди свап мы вроде добавили или нет а вот он вот небольшой этот объем на самом деле вот самый крупный тэкс битти и сди миллиард если меня зрение не подводит то здесь конкретно ярд оборот за туда и давайте посмотрим мне интересно стало так это дельта и объем по поводу как работают уровне вот непосредственно на свежеиспеченном инструменте еще не заполненным манипуляторами автоматами пулеметами убираю сейчас фильтры чтобы тут не было каши секундочку итак топ 180 тонн это битисе и издев который на битвай микс потом под сотку и еще раз под сотку на макушке дельта получается в этих точках здесь отрицательная тут явно сбросили стопорим потом пошла дельта топовая 7 тонн этот коридор так и удержали вот он так тут идет рост соответственно по дельте рост тормозят 5 600 остановили немножко и вот такая вот активность идет 44 тонны на продолжение роста скорее всего ну таких прям закономерности я вряд ли вам сейчас озвучу то что статистика меня по инструменту нет я его еще пока не изучал потому что хватает пока и фьючерсов на изучение да ну я думаю что многие я его смотрел не только цены я там много бишь которая это ну представьте себе вы можете ввести торговлю валюту которая ничем никем не контролируется вы можете там творить что хотите я не удивляюсь тому что быстренько брокеров вернее брокера бирже начали вводить инструментом то есть никем не контролируемая якобы валюта крипто крипто бирже криптовалюта то есть пока я пытался пока найти спецификацию этих финансовых инструментов ну прям там а когда экспирация да вы по сути экспирации нет так как это валюта это не валюта и финансовый инструмент фондовый инструмент то есть это либо же опцион то есть пока классификации как такого я даже не могу найти четкого описания но электронные какие-то в общем когда это все обретет более-менее документ документированную финансово закрепленную вернее юридические на уровне банков центр банков как описательную структуру можно будет как и конструктивно это все обсудить и решать уже интересоваться либо же нет надеюсь это будет не поздно еще что я так понял ажиотаж связан с тем что биткоинов количество ограничено нужно именно сейчас влезть в тему потому что потом уже не влезешь так давайте куда другой инструмент мне тут битисе и везде как-то ну идет и все явно видно что периодически сбрасывают ребят сейчас я вам покажу почему так как мы с нами пока вот я уточню у наших техников что же такое так у нас получается пришли на максимум 13 октября и сбрасывали они уже 18 во всех кто тут стоял сейчас мы смотрим дельту дельта была частично на покупку частично на продажу ну сбросили по нулям это нормально и потом сразу снова пошли накидывать десятку за двойням дельта не спорю возможно какому-то решению придут эти центробанки которые монополии фактически занимаются финансовой тут как бы технично идет шорт дельта на шорт что еще сказать я вот тоже на это обращаю внимание если идет соответствие потом давайте сейчас мы то есть ну меня допустим опасает то что регулирующего органа нет да вот элемента который там центр даже не центральная суть ну вот где находится эта валюта либо чем она закреплена закреплена понятном электронные деньги они уже давно как бы идут со временем мы мы с ними хочешь не хочешь сталкиваемся и пользуемся но bitcoin как-то все настолько не знаю для меня это может быть показалось сильно очень много сложностей то есть процесс достаточно такой мало того что ну не контролируемый каким-то одним органом валютный ликвид то есть ну я не про пирамиду говорю я говорю про то что вот допустим если вы купили в валюту да и завтра из этой цены 7312 цена окажется где-то на 960 уровне у кого что спросить можно почему это произошло по какой причине и кого-то компьютер выключился ну вот вот это мне интересует то есть допустим если падает индекс выше комнаты какой-то нормы есть стоп торги то есть я даже видел поиски стоп торгию стояя стояли достаточно долго когда сыпался там 2008 один раз только в жизни я увидел такие стоп торги на и сын просто стояли несколько часов цена не двигалась вообще если не ошибаюсь это было до открытия мельки да все просто линеечка такая была а здесь я не знаю кто это будет останавливать биржа получается биржа контролируемый орган соответственно должна быть спецификация что это кто это где какой этаж ну то есть какие расчеты поставочные там мы понятно спекулятивный держательный очень много нюансов которые еще не изложены на бумаге то есть ну шок-то даже не шок а большой мешок проблем и и не знаю там ну кто-то посидеть наверно то что там они не дешево стоят эти биткоины но вот если так упасть может примеру если упадает фондовый рынок можно спросить у какого-то участника вот как обычно делают в америке все спикируют на кого трейдера который нолик там добавил количество контрактов добавил нолик чего угодно либо сошел с ума начал агрессивно использовать inside внутренний inside компании ну в общем обязательно находит какую-то на кого это все спикивается все эти рисковые операции ему платится кэш он тихонько сидит тюрьме а потом выходит и про него все забывают а здесь кого спросить не знаю поэтому никем не контролируемый инструмент торгуется то есть котировку можно рисовать по сути если это на бирже транслируется соответственно она как-то ее котирует она должна отдавать течет пока я не нашел такой внятной информации четкой по не знаю зачем они это будет пока так резко и рано то есть ну если выберут нового председателя федеральной системы и он озвучит про bitcoin какую-то хоть внятную информацию что они его котируют там либо мы следят либо там примеру они его даже не защищают а вот как валюта сопоставим этом золоту сейчас долларов там благодаря нефти обеспечивается то есть пример федеральной системы обеспечивает bitcoin там и вручается за него то есть какой-то центробанк должен ну как-то в учатся за это ну то есть кэш меняется на виртуальную реальность я бы так то назвал пока это виртуально вы знаете как в компьютерных игрок есть разные виртуальные деньги в там я слышал в игроки и покупать китами мечи ну в общем внутренние внутри игровой какой-то финансовый поток идет то же самое похоже очень на это ладно давайте еще один инструмент я возьму просто по рейтингу вот у нас рейтинг 17 тикеров мы не все выбрали этом через один выбирал вот вот xrp и xbt usd давайте xbt тут ярд просто за день прошел мне интересно посмотреть на этот ярд не только на фьючерсе на рубли такие маневры резкие происходят на практически на всех инструментах это какая-то торговая мафия бы даже их назвал так они выискивают когда слабая ликвидность на рынке и конкретно либо не работает система которая как-то пуфинг называется владел манипулятивный маневр движением крупными ордерами котировки и соответственно там можно жестко изменить цену двигать цены манипулятивным манипулятивным таким способом и в системы на биржах они начали вводить еще 2017-16 конца 2015-го в 2016 уже об этом они даже сообщили что ввели такие системы которые мониторят такие процессы вот на бирже моэкс там если не ошибаюсь и документацию читал о них ограниченное количество отправки приказов ну вот вы можете отправить за определенный участок времени определенное количество приказов все что свыше система блокирует ну то есть очень огромный поток ордеров если у вас там простой канал связи то есть не и это максимум контракта а это минимум так за ночь за пять минут рынок сходил на всю высоту практически как контракта высота контракта если цена шла фактически два месяца к этой точке они а ночью пока ликвидности было мало манипулятивно толкнули до максимума и выше и ну вернее максимума они пробили но высоту и замерял это сопоставимо с высотой того что они прошли за два месяца за пять минут туда-обратно ну не обратно но туда они сшли там порядка трех или четырех минут и потом откорректировались резко и застыли до открытия дневной сессии вертикально сервисные иконки с этапе chart control icon position vertical 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 и стакан обязательно включите на сто процентов так ну в общем давайте сейчас запустим сколько у нас истории есть по этому биткоину собственно три дня это битнекс свап где сиди соответственно три дня истории особо не много по острым инструментом тоже там несколько месяцев вроде они у нас как есть летом они появились так ну по крайней мере мы уже знаем что тут просто невероятно количество активности за 10-16 миллионов бог тому дельта 14 миллионов 12,75 миллионов да тут столько контрактов это одинаково 9,9,9,9,9,30,6,30 в общем надо еще изучить документацию все так что у нас тут по каждому такому 10 минутному таймфрейму кроме ну можно выделить вот там где было 12 миллионов 14 волатильность сразу же увеличилась это хорошо значит законы объемных движение объема сохраняется скажем назовем это так а вот здесь 9 миллионов волатильность как-то не особо изменилась 8,30 тоже тут 9 миллионов волатильность высокая ну здесь то что могу точно сказать если идет дельта покупка то сессия в основном идет либо там чуть-чуть растет либо сильно растет в зависимости от количества ликвида и наоборот то есть если идут шорты то они идут на шорт то есть к примеру то что я вам показывал на еврике сегодня эту неделю они тихонечко так крались наверх но на самом деле все 4 или 5 дней было дельта на шорт то есть 5 дней конкретно гасили шортами этот растущий небольшой рынок вот объем упал упала волатильность и они вот стоят в ожидании причем оборотики падают к концу дня структуры четкой за 3 дня пока установить нельзя и мы еще посмотрим давайте XRP USD который Bitfinex скорее всего да вот Bitfinex а а в вертикальном вот так вот а чё это удобно я нет и так и так удобно гистограмма на них накладывается скорее всего из-за этого так вот у нас другой крипто ммм и вот здесь уже видите тут а А, я вот где-то биткоин, ну, вот котировок 7, наверное, смотрел сегодня. Очень много моделей вот непосредственно такого класса. Сильный импульс наверх, потом корректируется прям до нулевой точки реверсивности и дальше продолжает ползти. Я так понимаю, там как бы такого наполнения маркетмейкеров, возможно, немного. И за счет любого какого-то крупного броса сразу же происходит резкий такой маневр. Как только доразместили этот маневр, он дальше, опять же, восстанавливается. То есть маркетовцы, видимо, не так много, их надо будет сейчас посмотреть. Ну, понимаете, да, как обычно они делают, полностью любому заявителю предоставляют. встречную ликвидность. А тут может быть там провалы какие-то, либо еще не обкатанный рынок. Ну, в общем, это новое, не знаю, находится нигде, никем не контролируется. Даже интересно стоимость, как его учитывается. Почему он, ну, то, что там кто-то больше хочет покупать, кто-то меньше. Цена, понятно, растет. Но стоимость, от чего они отталкиваются, там, в компании есть какие-то свои ресурсы, к примеру, там, стоимость акции, хотя бы там доход, прибыль, какие-то там вклады, активы. Просто нигде не находятся, вот не будет электричества, получается, этой валюты тоже не будет. Ну, это, грубо говоря, то есть пока компьютеры работают, есть ядерная энергетика, есть атомы, атомные станции, у нас будет биткоин. Так только хлеба потом не купить, ни в одном магазине, потому что не работают компьютер. Получается так. Так, это какой-то мощный такой инструмент вот здесь. 4,9 объема, там везде по 200 по штуке. Причем, обратите внимание, много их появилось, и я думаю, что у нас не все инструменты по криптовалютам в наличии. Я думаю, что их еще больше, и слишком быстро разрастаются, и слишком много их. То есть, там еще один инструмент, к примеру, там, куда не шло, так, видаск. Ну, появляется очень быстро, становится их очень много, и... Так, что это такое? Вот, к примеру, как шаг цены узнать у этого инструмента? Сколько шаг цены минимальный на этом инструменте? Кто скажет? Все, это минимум. Вот, допустим, латаж, видите, 8,9. Латаж тоже. Пока специфику еще не нашел. К чему это 2,3 в описательных каких-то документациях? То есть... Ну, допустим, 0,08 контрактов, латов, чего это? Компьютеров, системных минчестеров. Вот. Надо, конечно, изучить, раз такая... Чередет нас судьба связаться с этими непонятными биткоинами. Ладно, давайте сейчас нефть более важнее. Сейчас, пока мы нефтью пользуемся, надо ее изучить. Так, с биткоинами... В общем, много инструментов там можно найти, я уверен, закономерность. Пока он... Ну, на всех молодых инструментах, которые только появляются, там есть еще неприкрытые лазейки. Пока еще не заняли место какие-то автоматические монополисты со своими алгоритмами. Так, это у нас нефть сегодня выглядит достаточно бодрой. Уже 56-й атакует неплохо. Ну, понятно, почему Газпром готовится к пробитию верхней планки. Так, неделя тоже была более-менее так. Бросок Кобры можно назвать. Основной массив 54-4. Вот, объем, который бросили вчера на снижение, так, очень удачно в этом коридоре покрывали сегодня весь день. И с этого уровня сразу же ушли на север. Так, неплохо. Это 15-минутка, сейчас мы на дневке посмотрим. 2% рост на бренд и 1,6% рост сегодня на сель. Чем ближе к морозам, тем, я думаю, будет она веселее идти на север. Так, спрос растет. Сейчас я поменяю на вертикальные иконочки. Только сейчас почувствовал, насколько это удобно. Так, и смотрим. Классер профайл, где у нас там, мы это закрываем. В общем, если найдете какую-то описательную документацию по этим инструментам держевым, я со своей стороны буду искать и изучать. Размещайте на сообществе, в принципе, онлайн, либо на Google+, либо на Facebook. Там, в принципе, мало кто, что размещает. Это все читали биткоин. Так, массив на новом контракте у нас основной 51,6-52,5. Я бы даже выделил основную часть массивностью. Это 52-52,5. Это уже дополнительный уровень поддержки. Потом вышли на 54-ю практически без каких-либо проблем толкают беспощадно нефть на 56-ю. Причем, сейчас скажу, с какого дня. Вот, да, с этой сессии, все расширения торговых сессий идут выше, то есть максимум выше предыдущего, кроме вот этой связки. Четверг и среда. За счет сильного волатильного дня. В среду. 570 тонн оборот. Неплохо, в общем. И по открытому интересу у нас идет, малеха фиксируют частично. Так, ну, в общем, 52-52,5 первая плита основная в этом контракте декабрьском. 54-54,5, по сути, это вторая плита поддержка. И мы ее фиксируем вот. Ну, неделя закрывается на макушке, на потолке, поэтому, ну, как видите, уже вторую неделю идет неплохо на рост. Начали потихоньку фиксировать на этой недельке. То есть, открытие позиции было чуть ранее до этого. И малость фиксируют. Из такого масштаба с 1 сентября, если смотреть, у нас, да, 52-52,5, это плита основная. Можно расширить даже до 51,5, вот так взять. Это по масштабу побольше, который вот за два месяца. И еще 50,5, тоже ключевой важный уровень, контрольный. Пока вот они 56-ю, чуть-чуть еще и достигнут. Ликвидность идет ровная, такая же, как и в прошлом месяце по дельте. Покупки пока был флэт, через день были, и сегодня 11 тонн на покупку. Неплохо. Все, на сегодня все. Всем хороших выходных, на всего наилучшего. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok